Пройти здесь можно разве что в резиновых сапогах. И если для детей это весенняя радость, то для взрослых настоящая проблема. Причем лужа здесь не только широкая, но и глубокая. Эта дорога ведет к школе. Она единственная от проспекта Мира до улицы Тобеева. Здесь ежедневно ходят не только дети, но и взрослые. Некоторые пытаются пройти по тропинке, но и там их ожидает сюрприз. Под кашей снега притаилась талая вода, а дальше снова большая лужа. Жители долго стоят на перепутье, выбирая более сухую дорогу, которой попросту нет. Такая ситуация возмущает горожан. На работу идем, утром опаздываем из-за того, что лужа. С работы идем тоже, неохота мокнуть. И что делать? Надо убирать лужу? Нам пришлось сократить. Мы не смогли прямо пройти по дороге. Очень жалко промокают и мокрые ноги остаются. Снег не вовремя убирают с дороги. Проблемы существуют не только на тропинках, но и на главных дорогах города. Вопрос, как пройти пешеходный переход, не приняв холодный душ? Как буду прыгать, как дача. Надо подождать, пока машины пройдут. А машины одна за другой. Парковка на Шинников 27 также ушла под воду. Лужа больше напоминает пруд со своими потайными глубинами. Однако смекалистые нижнекамцы быстро нашли применение и устроили весеннюю рыбалку прямо во дворе. Ну как, клюет? Клюет. Сами видите. Вот так развлекаются нижнекамцы в начале апреля. Месяца веселья и забав. На шутки в сторону. Проблема реальна. Каждый день социальные сети наполняются новыми жалобами на огромные лужи. Многие нашли решение. Надели резиновые сапоги. Но не все готовы жертвовать своим внешним видом. Затоплены многие внутренние и передомовые проходы. Главные дороги по щиколотку в воде. Это доставляет неудобства не только пешеходам, но и автолюбителям. В чем же все-таки причина? Вне своевременной уборки снега или же в отсутствии нужного количества ливневок? Для ответа на этот вопрос мы обратились к ответственным лицам. Дирекции единого заказчика нам пояснили, что ливневки на многих участках города проектом не предусмотрены. Однако рассказали, что там, где они есть, с начала текущей недели ведутся активные работы в направлении очистки коллекторов ливневой канализации. Всего планируется прочистить 11 километров сети. Что касается луж во дворах, департамент ЖКХ и строительства пояснил, работы по ликвидации скопившейся воды ведутся регулярно. На сегодняшний день все силы управляющих компаний брошены на стабилизацию ситуации, образовавшейся в связи с таянием снега. Задействован практически весь персонал Дом управлений. Работа в данном направлении ведется ежедневно. Расчищаются тротуары, производится отвод талой воды, рыхлится снег, при необходимости снег вывозят. В случаях, где отвод воды невозможен, производится укладка временных помостов для того, чтобы люди могли добраться из точки А в точку Б. На словах у коммунальщиков все четко и вовремя. Говорят, что работу делают, даже отчеты в соцсетях предоставляют. На деле же лужи становятся все больше и глубже. Ксения Баринова, Влас Семагин, Марина Чернышкова, НМедиа.